Stick, Осколки тьмы, это новая стелс-игра Cyanide Studios, выпущенная сегодня, 14 марта, на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Стоит ли это твоего времени? Я собираюсь ответить на это сегодня рецензией. Без спойлеров. Оригинальные палочки были довольно хорошо восприняты, когда они были запущены в 2014 году, но в них действительно было много того, что требовало исправления. Управление было слабым и немного неуклюжим. Линейному дизайну игры не хватало разнообразия окружающей среды, а система апгрейдов была ограничительной, предоставляя вам очки апгрейдов только после завершения каждой главы игры. Продолжение Осколки тьмы здесь и решает большинство этих проблем. Игроки снова вступают в игру с палочками, и в своем последнем приключении он заключает неожиданную сделку с таинственным человеческим офицером по имени Халадран. Его поступки с ней быстро пресекаются злым оборотнем, который вскоре после этого убегает в подлых поисках мести. Прелесть стиков в том, что история на самом деле имеет решающее значение для вашего опыта, и как и оригинал, чрезвычайно хорошо сделана и написана. Каждая глава в стикс разделена на несколько уровней, и каждый уровень содержит сюжетные вырезки как в начале, так и в конце, и они очень хорошо сделаны. Палки — это игра для серьезных фанатов стелса. Это чертовски сложно, так как уровни спроектированы как сложные, чрезвычайно плотные и детализированные лабиринты. Тебя высаживают на каждом уровне в безопасной зоне, где ты можешь осмотреть местность перед собой и спланировать свой маршрут. На каждом уровне есть набор предопределенных целей, как первичных, так и вторичных, которые ты можешь выполнить в любом порядке, который ты выберешь. Как и любая хорошая стелс-игра, стикс не хочет, чтобы ты спешил через нее или пытался противостоять врагам лицом к лицу, и он будет наказывать тебя снова и снова, если ты это сделаешь. Большинство врагов можно убить, подкрадываясь к ним и зарезая или душая их, тихо роняя на них люстры, отравляя их запасы пищи и воды своей токсичной рвотой, или сталкивая их с уступов. Если тебе все же придется встретиться лицом к лицу с врагом, есть простая механика Перри, если ты попадешь в затруднительное положение. Однако, это очень, очень просто. Но палки — это не бой, это скрытность и маневренность. Механика скрытности улучшена по сравнению с оригинальной игрой. Определенно, у каждого врага есть конус зрения, который ты можешь использовать, чтобы обойти их, или перемещаться по местности, чтобы убить их. Меня никогда не ловил никакой искусственный интеллект, махинации или автоматическое обнаружение за пределами их поля зрения. Я всегда чувствовал, что контролирую свое расстояние, играя в палки. И это очень важно в стелс-игре. Палки могут взбираться по стенам, прокрадываться над домами и под домами, лазать и скользить по веревкам, и скользить вдоль местности. Хотя на этот раз обход — одна из самых улучшенных функций, она все еще не совсем верна на 100%. Иногда непонятно, за что ты можешь или не можешь ухватиться, и к чему ты можешь или не можешь прыгнуть. Я пережил много смертей, прыгая на уступы на виду у моего персонажа, только для того, чтобы узнать, что на них нельзя было подняться, и все потому, что в игре нет визуальных подсказок. Для труднопроходимой местности важно иметь индикаторы, которые покажут тебе, чего ты не можешь делать, и что ты можешь сделать в такой игре, как эта. И это особенно важно в игре, которая так сильно зависит от использования окружающей среды в ваших интересах. Серия Assassin's Creed намного лучше преодолевает препятствия и обходится без индикаторов окружающей среды, потому что вы можете в значительной степени прыгать и взбираться на любую поверхность, которую видите. В результате получается система обхода, которая работает, но нуждается в доработке. Наконец, в игре есть система навыков, которая позволяет вам использовать клонов и заклинания типа невидимости, палочки. Его способность клонировать позволяет вам затем активировать способности самостоятельно управлять клоном, что полезно для того, чтобы заманить врагов с пути настоящих палочек, чтобы он мог беспрепятственно пройти. Я нашел эту систему абсолютно необходимой, чтобы выжить в некоторых из самых сложных трудностей. Стики похожи на игру ООО, в отличие от Мастера Теней. Навигация по меню плавная и отзывчивая. Графика довольно нового поколения, а четкая и устойчивая частота кадров была кремово-гладкой. В осколках тьмы также есть более широкая цветовая гамма. Исчезли унылые коричневые и серые тона, которые можно увидеть в Повелителе Теней, хотя некоторые текстуры здесь и там немного тусклые. В целом, теперь звучит очень хороший ремонт в визуальном отделе. Это своего рода попадание или промах. Музыка по большей части великолепна. Здесь много больших грохочущих рожков и красивых миксов для минорных скрипок, подходящих для имперской мрачной обстановки игры. Приклеивает себя в качестве главного героя, подходящего для гоблина. Он противный и эхидный, иногда забавный, и его язык скользкий от сарказма. Но он также довольно неприятный, часто ломает третью стену игры, чтобы поговорить как с самим собой, так и с игроком на экране смерти. Его змеиные и шаблонные комментарии в лучшем случае слегка забавны, а в худшем — чертовски неприятны. Вспышка новостей. Кнопка перехода не расположена между твоими ягодицами. Может быть, это для тебя. Я знаю, что это жеребьевка, если тебе понравится Стикс в качестве главного героя. Новые палочки — это огромное улучшение по сравнению с Мастер Офф Шэдоус, веселой и захватывающей стелс-игрой. Но иногда она может показаться немного ограниченной. Хотя я понимаю, что это чистейшая стелс-игра. Мне нужен еще один боевой инструмент, помимо прикрепленной системы Перри. Когда тебя замечают в засаде без ресурсов, ты действительно ничего не можешь сделать, кроме как бежать в укрытие и надеяться на лучшее. И с врагами абсолютно повсюду, это может испытать твое терпение. Так что просто знай, что эта игра действительно, действительно о скрытности. Боя здесь не существует. Стику тоже не хватает чувства свободы и открытости. Хотя уровни больше и более детализированы, чем в Мастер Офф Шэдоус, они намного меньше, чем в таких играх, как Хитман. Поэтому в них меньше места для того, чтобы свободно формировать приключенческий вид разнообразного игрового процесса, который вы ожидаете в такой игре, как Хитман. Но в палках это более тактически. Это гораздо медленнее, более интимно и отгорожено. Но это не обязательно плохо, потому что это дает игре шанс создать более связную, хорошо развивающуюся историю. Стикс движется в правильном направлении с этой новейшей игрой. История потрясающая и полна поворотов, в которые можно заглянуть. Кооператив Dropout отлично работает, и вы должны уважать игру с такой классной предпосылкой в художественном дизайне. Я рекомендую Стики поклонникам стелс игр в фанатах серии на 100%, но я не думаю, что эта игра будет для случайных игроков, для тех, кто нетерпелив, или для людей, которые любят стелс-экшены. В целом, хорошая стелс-игра для очень специфической публики. Спасибо, что наблюдаешь за парнями. Если тебе понравилось видео, непременно нажми кнопку большой палец вверх и подпишись здесь, чтобы узнать больше о нашем будущем контенте. И у тебя будет отличный день. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!